Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Главное» начинается. Сегодня у нас в гостях два человека военных, получившие образование в Советском Союзе, а также уникальные для Молдовы, это получившие образование в Советском Союзе, в Рязанском училище, в Российской Федерации, а также в Соединенных Штатах Америки. И господин Виталий Маринутцы и господин Андрей Коврик. Добрый вам вечер. Добрый вечер. И спасибо за приглашение. Ну, мне надоело слушать в интернете диванных героев, которые даже в армии не служили, а кто служил, служил по политической части, а это меня всегда раздражало. Голос. Я был назад. Есть разные. Я не скрываю это то, что я был замполитом. Давайте тогда назовем, каким замполитом он был. Замполитом батареи в Афганистан входил. То есть, я был замполитом бригаде ракетной антирин, то есть, зенитаракетной бригаде. Я был в Приднестрове в 92-м году. Это тоже это. Я нюхал этот порох, не то что порох, а солдатские портянки. Я знаю, как они пахнут. Так что мне надо это. Я поэтому, некоторые скрывают, что он был замполитом. И не скрывают, что он был. Да, я был замполитом. Ну, вот как раз будет человек, который даст определение, есть пропаганда там. Или нет. Или нет. И какая роль у этой пропаганды. Знаю уже. Не скрывайте. Некоторые говорят, что был... Учитывай опыт. Да, был и лётчиком, то есть, он летел там. Я скажу так. Зенитно-ракетные бригады, политработник обязан был выполнять в случае потери командира. Сергей, я тебе скажу так. Значит, я водил танк. Я стрелял с танка. А ещё и танки водил. Да, танки водил. Я стрелял с БТР. Я знаю, как БТР стреляют с ДШК, с этого большого пулемёта, КПВТ. Я знаю. Так что меня не надо учить. А я вас не учу. Я просто представил. У меня есть своё мнение. Потому что некоторые говорят, что я был рабочим замполитом. Вы знаете, некоторые замполиты были героями Советского Союза. Но я имел в виду тех, которые были внутри Советского Союза и не участвовали в войне. А тех остальных я уважаю. Потому что я говорю, должность. Не дай бог потери командира, ранения и так далее. А замполит обязан был взять... И замкомандир остаётся однозначно. Да, так что здесь уже не я придумал что-то. Вопрос один. Для начала. Для затравки. События. Военные события на востоке Украины. Активные перестрелки. Артиллерийские удары. Неясно, с какой стороны. Украина говорит, что обстреливает ДНР, ЛНР. Хотя я не понимаю, почему они разделились. Могли бы быть одной республикой. Два президента, две машины, два правительства. Да, ну, что поделаешь. А деньги одни. И я пригласил военных с образованием. Которые смогут дать нам понять, что происходит. А далее уже пойдут вопросы другие. Потому что кто бы ни надеялся, нас коснётся это. Каким-либо образом. Каким-либо образом может коснуться нас то, что происходит сейчас. На линии соприкосновения вооружённых сил непризнанных республик. Хотя, я думаю, они будут признаны. Уже признали. Нет, ещё не признали. Только Совет Безопасности был. Давайте послушаем вас. Что означает снайперская стрельба со стороны вооружённых сил и той, и другой стороны? И где это вообще правда? Вы знаете, в последнее время меня многие спрашивают, как вы думаете, будет война, не будет война, будет полномасштабная война. Потому что, вот смотрите, и президент Соединённых Штатов объявил, что вроде бы всё готово, приказы изданы. Чисто их должны распечатать в конвертах, прочесть и наступление пойдёт. Знаете, я не Павел Глоба или Ванга, не могу сказать точно, когда будет и какой масштаб этой войны будет. Но я точно могу сказать, что конфронтация будет. Особенно если учесть риторику из сегодняшнего Совета Безопасности Российской Федерации, то, что уже называют этот Совет Безопасности историческим моментом, это раз. Второе, что он транслировался в прямом эфире, это кажется, я вот не помню, был ещё какой-то Совет Безопасности Российской Федерации, чтобы транслировался в прямую, это два. В третьем, Путин не раз говорил, это для народа, что вот я вас собрал совершенно, вы не знали об этом, я вам ничего не говорил, что надо говорить, чисто посоветоваться. И в конечном итоге, в конце Совета Безопасности он сказал, что сегодня будет принято решение ЕМ. Но все без исключения были за то, чтобы ЛНР и ДНР были признаны как субъекты международного права. То есть, как отдельные государства. Но не вошли в состав Российской Федерации. Пока что. Наверное. Я так думаю, что обсуждалось, но не пришли к единому выводу. Поэтому один из очень важных людей из путинского окружения, вроде бы там проговорился чуть-чуть, ему сразу указали место. Указали местное, типа, сегодня мы не обсуждаем. Сегодня мы не обсуждаем. Соответственно, я думаю, что будут военные действия, будут введены войска в Луганск, в Донецк. И, скорее всего, не остановятся на демаркационной линии, а пойдут дальше, пойдут к административной границе Луганской и Донецкой области. То есть, кое-какие столкновения российской уже армии с украинской армией, скорее всего, будут. Нас это коснется напрямую, потому что мы должны все-таки, с моей точки зрения, мы должны взять в сторону. То есть, определиться, мы на стороне одной или на другой. Хотя у нас говорят, что мы должны быть нейтральным государством, стараться лавировать между капелек дождя и т.д. и т.п. Я постоянно человек, который думает, что всегда надо определяться. Или с правыми, или с левыми, или на сторону демократических сил, или на сторону авторитаризма Путина, который, я думаю, что, в принципе, уже правильно не рассуждает, или попал в капкан, из которого он не может выйти. Потому что он действует так же, как действовала гитлеровская Германия в 1939 году, потом Сталин, когда он с Финляндией. То же самое, если смотрим перед первым сентябрем 1939 года, тогда Германия говорила, что или поводом для наступления Германии на Польшу было наступление или на радиопост, кажется, в одном из населенных... Погрампост, который... А погрампост уже, говорит Путин, 21-го числа, то есть ФСБ, говорит, что вот на их пограмбудку попал снаряд от украинских вооруженных сил. А через пару часов они уже диверсионную группу поймали и уничтожили, ликвидировали их из пяти человек. И мы смотрим, что то же самое происходило и в 2008 году в Грузии. Значит, время идут, но методы не меняются. И я все-таки думаю, что будет... Военные действия будут, но не полностью ограничены пока что. А почему ограничены уже потом? Ну, сторону Майя Санга уже выбрала, присутствуя на Мюнхенском конгрессе. И в Крыме она была тоже. Ну, давайте вы зацепили историю. Я напомню, 1938 год, Мюнхенские соглашения, в которых Европа, Европа фактически, дала зеленый свет Германии. Европа. Согласен? Дала Дье, Франция. Все, давайте я не буду вспоминать все это. Вы знаете, тут тоже можно провести черту и то же самое с Мюнхенскими соглашениями. Но Путин и его руководство, видать, подумали, что то же самое будет на этот раз с Украиной. Вот тогда Европа сдала заднюю. Сейчас Европа тоже не очень-то идет с первым шагом, чтобы поддержать Украину. Но зато Соединенные Штаты сейчас сделали так, чтобы и европейские страны соединились вокруг вот этой проблемы безопасности. Сейчас фактически Украина является форпостом демократии. То есть она стоит на рубеже охраны демократических сил и европейских стран. Я только закончу. И Мюнхенского соглашения, наверное, так, как думал Путин и его окружение, не будет. Украина не будет оставлена так же, как было оставлено Чехословакия и Польша. Абсолютно. Вот это его промашка. Нет, Мюнхен это не то. Видите, они эксплуатируют то, что польские земли отошли опять к этой Чехословакии. То есть это какая-то область там была. Нет, Мюнхен здесь не подходит. Однозначно делать какой-то это... Я вам скажу так. Конечно, военный сценарий возможен. Но я говорю, это не та украинская армия, которая была в 2014 году. Поверьте. Мой друг, которому учился в Киеве, в Суворовском училище. Мне нравится говорить, что это лицей военный. Когда я говорю Суворовское училище, ну, многим тоже не нравится. То есть это Суворовский, как лицей. То есть это... В 2014 году Саша Побережник, который живет в Суворовцах, я думаю, еще раз встречусь с ним. В 57 лет ушел на войну. Он стал этим начальником отдела кадров бригады артиллерийской, которые... Они сделали 10 бригад пехотных, 2 артиллерийские бригады, ну, танковую бригаду сделали. То есть этот... И он ушел туда. И он спросил тогда, Саша, говорит, тебе-то нужно выйти в 57 лет на войну? Говорит, Андрей, я не комментирую. Это был мой выбор. То есть это... Это уже не та украинская армия, которая была тогда в 2014 году. То есть я... Что хреново? Хреново то, что будут умирать люди. То есть с одной стороны, ну, окей, где-то 100 тысяч этих российских военных, 100-120 тысяч. С другой стороны, однозначно, там две группировки украинские. И будут умирать люди. То есть это обернется... Меня временами называют, типа, я русофоб. Какой русофоб? Я в своей семье, у меня жена русская, с Латвии. То есть я говорю на русском в моем доме. Дочка, которая работает в Румынии, знает румынский язык. Приезжает, я говорю на русском языке. Не русофоб. То есть это... Но ту политику, которую проводит Владимир Владимирович ВВП Путин, это... Они ведут... Это невозможно так. Я знаю многих людей, которые... Допустим, в 2014 году... Мой коллега, который... Две звездочки, не нравственные есть. Он удержал Мариуполь. Когда этот... Российские войска могли захватить Мариуполь. Он удержал Мариуполь. Как удержал? Я его увидел. Я ему сказал, Саша, Ты воюешь не по учебнику. То есть ты вживую воюешь. То есть это... Ну, удержал. То есть это не то. Дальше. То есть это... Окей. Сценарий... Вы знаете, я не знаю, что я передваю, но важно то, чтобы люди поняли, что да, практически сейчас ситуация очень нагнетенная. Ее нагнетает Путин в его окружении. Я не доктор Путина, но если смотреть на последние решения, которые принимаются, явно или человек уже сорвался с петель, или просто он не думает о своих же людях или о последствиях. Абсолютно. Потому что идти монтировкой на танк, в принципе, можно. Но, знаешь, уже исход сразу же дела. Давайте посмотрим. В 2008 год, когда пошли на Грузию, на атака на Грузию, тогда было около 74 тысяч, если я не ошибаюсь, российских солдат. Грузинская арма была около 25-28 неподготовленных. В то время еще американцы не помогали Грузии в то время. И то грузины смогли сбить, не помню, пару самолетов российских. Подожди, смогли. Туда уже ждали. Могли чуть-чуть... Даже Ту-22. Да, могли противостоять. Абсолютно. Украина, 2022 год. 31 дивизия ПВО у них. С-200, С-300, у них есть «Джевелин», у них есть «Тингеры», у них есть противовоздушная оборона. Они 8 лет уже в окопах. У них армия небольшая, 250 тысяч, около 250 тысяч в ружье, и около 900 тысяч они могут резервы поднять. У границы около 150 тысяч, да, российских солдат, плюс 30 тысяч в Белоруссии. Текст «Белоруссия не держит», чтобы чисто украинские войска, которые на границе с Белоруссией, чтобы Украина не смогла перебросить на фронт. Да, чисто их там удержать. То же самое и военно-морской флот. Если говорить численностью, да, то стабильно взять численность вооруженных сил и персонала, и техники, и самолеты, и т.д., и т.п. Россия превосходит Украину. Но, мы все знаем, чтобы пойти в атаку, да, полную, то есть полномерную, нужен один к трём. Один к трём, абсолютно. То есть, если около 250 тысяч у Украины войск регулярных, то сразу у тебя на границе должны быть минимум 700 тысяч. А 750 тысяч или 800 тысяч у Российской Федерации вся армия. То есть, Российская Федерация должна взять, чтобы захватить Украину, она должна взять каждого повара, каждого начальника склада или сапожника, взять и на фронт, на Украину. Это одно. Второе. Захватить захватят, а удержать. Мы смотрим Ирак, бомбили сколько месяцев. Юго-Ставель, бомбили сколько месяцев. Соединенные Штаты Америки и коалицию. Ну, не важно, что. Мы говорим военный языком. Не важно, русские, американцы. Я, чтобы поняли наши зрители. Да, ну, чтобы поняли. Но я говорю чисто с военной точки зрения. Не важно, кто. Чтобы захватить противника, нужен один к трём. Ты американец, русский или китаец, минимум один к трём. Потому что одни обороняются, другие наступают. У них этого нет. И давайте не будем забывать, в 2008 году, когда наши братья грузины воевали, у них инструкторами в ПВО кто были? Украинцы. Украинцы, правильно. Украинцы. Украинцы были. Очень больно, скажем так, в Российской Федерации. Да, погибнут очень много, с одной стороны, с другой стороны. Но Россия не по зубам, вот это дело. И второе, самое важное, самое важное, что Украина сейчас является, как я говорил, форпостом защиты демократии перед авторитарными режимами. И Украина не одна. За ней стоят и европейцы, и Соединённые Штаты. И Путин сделал одну очень хорошую услугу демократическим государствам. Тем, что он, даже не знаю, сегодня ночью, завтра, или когда он введёт войска в ЛНР, ДНР, как они уже будут называть, как отдельные субъекты международного права, или в страны, в демократические республики, это будет уже окончательная точка для того, чтобы сплотить НАТО. Года два назад, даже среди НАТО, стран НАТО, было такое шувеалы, то есть они не очень-то были уверены, нужно НАТО, не нужно, надо отдавать эти 2% из валового дохода на оборону, или не надо. Сейчас, сейчас и французы, и немцы, и финны, и испанцы даже, они уже все повысили свой бюджет на оборону. Даже Молдова повысила чуть-чуть, и идёт на оборону. А, и закончится. А Финляндия, и другие нейтральные страны уже говорят внутри страны, то есть обсуждают, а нам не пора ли нам в НАТО вступить. Потому что 30 стран это одно, и мы Финляндия или одни перед российской угрозой. Поэтому я считаю, что учитывая все, не пропаганду, а взять чисто военную составляющую, взять цифры, и у меня даже есть цифры, сколько у кого самолётов и вертолётов. И если поставить российскую армию, и украинскую, конечно, здесь превосходство российской армии. Абсолютно. Абсолютно, да. А если взять страны НАТО и российскую армию, то тут даже нечего говорить. И по численности населения страны НАТО превосходят, и по бюджету на оборону, который отдают, вот скажем, полностью бюджет Российской Федерации на оборону, да, не только на армию, на всё, на всё, на всё, обороноспособность. Около 150 миллионов, да, миллиардов долларов. 50 уходит чисто на армейские затраты. АТАО всего около 150. Только одни Соединённые Штаты выделяют сколько там, около 700 с чем-то, да, миллиардов. Америка печатает их. Поэтому о чём говорили? Мы не говорим сейчас, кто что печатает, сколько у кого возможностей. Я понял. Но давайте дадим слово полковнику. Давайте, я вам скажу так. А то я понимаю, что генерал это... Окей, я вам скажу так. Так, значит, возьмём, допустим, Швейцарии, и однозначно нейтральное государство, которое вы общепризнете. Возьмём Финляндию. То есть, я не знаю, знаете, не знаете, но Финляндия сейчас закупает на несколько лет вперёд где-то 54 или 64 этих F-35. Абсолютно модернизированные. То есть, спрашиваются, какого чёрта они, то есть, этот... Они тогда после войны сказали, нет, мы нейтральное государство. Ну, нейтральное государство закупает оружие. То есть, этот... Для чего оно закупает? Что, Норвегия будет нападать на неё? То есть, это... Швеция будет нападать? Естественно, что понятно, откуда это идёт, эта стрелочка. Я дальше вам ещё скажу. Дом министра, господин министра, чуть моложе, чем я. Я помню, как хорошего лейтенанта, то есть, очень шикарного офицера. И он так и остался, очень порядочный. Тут вопросов нет. Спасибо. Да, но... Нет, это я вам скажу так. Но я был лейтенантом, когда я... Я потом не скрывал, что это... Был я замполит, он работал в политоотделах. То есть, я вам скажу так. Значит, Бисмарк говорил так. Договор, на котором стоит подпись России, не стоит цены этой бумаги, на которой был этот договор подписан. И почему я вам скажу? Я вам скажу. Я был в многих учениях. На Курске этот... Молдавская армия даже не подозревает. Будучи лейтенантом, я видел эти карты. То есть, что ты там рисовал. Потому что начальники не рисуют. То есть, лейтенанту говорят, рисуй. То есть, мы стрелки проводили от Сиракса, от туркменского Сиракса, в обход Мешхеда, в обход Тегерана. Мы выходили к Бендер-Абасу. То есть, этот Персидский залив. То есть, были такие. То есть, металлит не изменился. Больше. Слоним. Ну, окей. Работал этот бригаде. В этой дивизии. Сейчас бригада там с лонями. Танк. Танк. Т-72. Мы проводили эти стрелки. Выходили аж к Парижу. То есть, эта дивизия наша танковая, которая была... Выходила. То есть, во втором эшелоне. То есть, в контратаке. Мы выходили аж к Париже. То есть, на что они рассчитывали, я не могу понять. То есть, Украину захватить невозможно. Это абсолютно другой менталитет. Я знаю этих... У меня куча друзей там на Украине. То есть, это... И я вам говорю, что... Я сделал как-то сценарий. То есть, я думал, как... Там же однозначно. Там в Генштабе Российской Федерации однозначно. Это план. То есть, сценарий там не пылятся. То есть, на них к обыну сошатся. То есть, пыль там не садится. И я думал, как они... Что они будут делать? Допустим, с Луганского, с Донецка. Там будет 9-11 часов. То есть, если будешь идти по прямой. И у меня появилась идея. То есть, это Гомель. В Белоруссии. То есть, это... Там это... Рядышком граница. То есть, это... И поэтому эти учения, которые были сделаны. То есть, однозначно. Там сценарий проработан. Это... Но это сценарий абсолютно без выигрыша. Однозначно. То есть, это... Это надо знать. Это украинцы уже... Это не тот народ, который был в 2014 году. Абсолютно. Абсолютно. Люди меняются. Военная тактика. Совершенствуется. Военная стратегия обновляется в связи с появлением новых видов вооружений. Видов вооружений. Я не говорю, что там что-то заоблачное есть. Но, в данном случае вопрос вот к вам. Если российская армия войдет в территорию этих республик, пока что непризнанных, да? Пока что. Ведь есть, в принципе, в принципе, тактика огневого вала по ствольному, да, вооружению и артиллерии преимущество. По всем, по всем парам. По всем, я говорю, огненный вал. Он был изобретен во время Второй мировой войны. И потом он уже действовал в Чечне. Применялся. Ведь это тоже может быть по тем же таблицам, да, которые есть у НАТО. Чтобы не потерять ни одного солдата. Бомбежки, бомбардировки, артиллерийские обстрелы, выведение инфраструктуры из полностью строя. И здесь прилагаются системы РЭП, да, как мы... Согласен, согласен. Тоже преимущество России. Но вы задели оба. Дух украинского народа, который не такой, как был в 2014-м, а стал более сплоченный. Вы это имели в виду? И не только это. Сергей, речь идет о том, что однозначно, что эта операция, которая в Унаке пылится, она не пылится, а сейфа какой-то, не штаба российского. Однозначно надо предусматривать много вариантов. То есть, если это начнется, то однозначно это будут гиператаки. Однозначно. Дальше. Это будут атаки на центр управления. Это будут атаки на центр, который людей собирает. То есть, телевидение, радио и т.д. и т.п. Это Чечня показала. Дальше. Что там еще может быть? Окей. Я бы позволил себе сказать. Почему бы нет атаки этой ядерной атаке сооружия? Давайте до 10 килотонн. То есть, я говорил про это. Когда проводили вот эти стрелки до Бендера Абаса, их черными кружками. То есть, это показывает. Тактическая ядерная атака. Ну, да. То есть, это, ну, однозначно. Ограничное применение данного оружия. То есть, это все возможно. Вот. Дальше, Сергей. Хорошо сказал. Да, дальше я тебе скажу. Ну, окей. Пятая колонна. Однозначно. Что вы думаете, что она спит? Нет. Это дивизионные группы, которые там готовятся на территорию Украины. Однозначно, что они есть. Вопросов нет. Однозначно, что... Война, это не атака пехоты. То есть, это не атака танков. То есть, война, она больше. И составляющая информационная. То есть, однозначно. То есть, чтобы убить этот моральный дух с сопротивляющей стороны. То есть, война, это комплекс большой. То есть, это... Не, ну, здесь что говорить. Вы знаете, кибератаки. Кибератаки будут на совершенные системы. А почему будут? Сергей, я вам скажу. Сейчас идет речь об искусственном интеллекте. То есть, это очень опасное оружие. То есть, поверьте, если это искусственный интеллект моделирует какую-то операцию, то есть, поверьте, что там такие вещи выйдут, которые мы даже не представляем про это. То есть, это... Там представляем, почему. Я знаком с новыми образцами вооружения. Я говорю про интеллект. Искусственный интеллект даже не считает потери возможной. Да. Как они говорят? Согласен. Насчет потерь. Здесь мы можем долго рассуждать. Но я хочу по существу. А не то, что кто победит, кто не победит. Война. Война. Я по существу. Всегда заканчивается миром. Не я сказал. Какой? Через 100 лет? Через 200 лет? Лучше плохой мир, чем хорошая война. Всегда так. Но, к сожалению, не все политики этого понимают. И обычно политики развязывают войну. А умирают простые люди и воюют военные. Поэтому генералы – это те люди, которые больше всего не хотят войны. В основном. В основном. Но есть милитаристское начало, которое называется «мы непобедимы» или «мы победим всегда», оно всегда было и присутствовало в генералитете. Что в украинском, что российском. Потому что смена министров обороны с какой-то большой скоростью в Украине постоянно присутствовала. А это ведет за собой смену начальника генерального, главного штаба. Как там называется? Ну, я согласен, это не всегда хорошо, но и не всегда плохо. Но стабильность, как в гробу или как в путинской России, это тоже нехорошо. Ну, вы знаете, я тоже могу сказать, на то и не то же все спокойно. Да. Поэтому у нас не улыбки, а улыбки выражены скрытыми слезами. Вы знаете? Потому что народ Украины нам братский. Я скажу больше. Для меня друзья в большем количестве и в России. И не скажу, что народ полностью во всем прям-таки поддерживает власть. В России? Да, в России. В России еще проблемы будут. И они только начинаются. Проблемы продолжаются. Если будет наступление на Украину, даже вот с моей точки зрения, вот то, что было сделано сегодня с Советом Безопасности, это было, типа, предать легитимность. Защита русского населения? Даже там было сказано не раз, что не то, что русские, там граждане Российской Федерации. Это раз. Потом начальник Росгвардии, Виктор Золотов, он даже говорил, что у России нет границы с Украиной. Он так прямым текстом сказал. У нас, у Российской Федерации, нет границы с Украиной. Это граница американская, Соединенных Штатов. Нет, где лимитации не было. Нет, 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 нет. Я не это имею в виду. Это совсем другое. Они подготавливают население России. Там не наш братский народ. Там не украинцы, не наши родные, не те, с которыми мы столько живем. Там американцы. Это подсознательно готовят. Поэтому и говорили, что и понимают, и даже у Путина наверху, там понимают, что то, что они сейчас замышляют, это очень рискованно. Это раз. Это очень костистор. То есть стоит дорого и с всех сторон. И финансово, и политически, и экономически, и морально. И будет стоить им и власти. Давайте мы не будем думать, что думают в России. Но мы же сейчас... Давайте будем думать не на Украине. Нет, мы ссылаем в Сирию. Давайте уйдем на рекламную паузу. И затем продолжим нашу интересную беседу. Потому что у меня есть еще вопросы. Окей. Рекламная пауза. Ну что ж, закончилась рекламная пауза. И мы продолжаем нашу интересную беседу на ту тему, которая волнует всю Европу. И Россию саму тоже. Потому что война для кого-то мать родна, а для кого-то горе и беда. Вопрос. Вы знаете, какое население в России считает себя украинцами? Нет, не знаю. Свыше 10 миллионов только подсчитанных. Не знаю. А сколько свершенных браков? В 2 или в 3 раза больше, наверное. И то же самое и в Украине. И то же самое в Украине. Поэтому я говорю, что мы обсуждали раньше. И я пытался посмотреть данные. Но кажется, последние лет 200 не было так, чтобы славянский народ нападал на славянский народ. Я здесь не уверен. Но насколько я знаю, что было вот так вот. Как сейчас. Со шведами, когда война была. Тогда, раньше, когда государство делалось так. Но сейчас, я думаю, что даже российский народ, который напичкан пропагандой с утра до вечера, если начнется вот эта полномасштабная война. Извините. Нормально. Потому что я не каждый день разговариваю на русском. Может быть, и допускают где-то ошибки. Это вполне нормально. Пожалуйста, меня даже корректируйте. Будет. Во, с моей стороны. Но не простят Путину. Ему простили очень много. Да, он крепкий политик, его уважают, он сам пуст. Но ему это не простят. Поэтому и нужен был Совет Безопасный, где он говорит, это не я принял решение. Это не мое решение. Вот это мы все приняли решение. Поэтому нужно было, чтобы кто-то встал и сказал, что там не граница с Украиной, с нашим братским народом. Там граница уже Америки. Чтобы российские работяги, российские граждане могут сказать, да, вот мы вот, это наше правое дело. А это правое дело, еще одну секунду, аукнется. Потому что, еще раз говорю, Европа, так же, как и Америка, или все демократические государства, они не хотят, чтобы Россия просто легко завоевала Украину. И она имела бы еще, еще около 900 тысяч солдат. Потому что в Украине, если Россия захватит Украину, она может поднять около 900 тысяч минимум солдат, да, под ружье. А это сила. Плюс Беларусь, плюс сейчас тихомирно, вроде бы, такие, называемые, миротворческие силы, уже закрепились конкретно в Казахстане. И, с моей точки зрения, сейчас битва за демократию идет в Украине. Это понимает Путин, это понимает Запад, это понимаю я, это должны мы все понять. В зависимости, на какой мы стороне и что мы хотим. Мы хотим развиваться демократически, мы хотим тоталитарное государство. Потому что хватит нам промывать мозги, когда сыновья, дочери, вот тех же руководителей Российской Федерации, они с домами в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, еще где-то. А, с другой стороны, все трактуют за Россию, за Путина, за наш строй. Я вам скажу так. А за Путина я впервые слышу. Нет, я вам скажу. Нет, это константин. У меня есть группа, где я держу связь со своими бывшими однокашниками. Офицеры бывшие, уже все в резерве, уже много лет. Я вам скажу так. С Чесназа. И там называют. Штица Естгегер, который, вы думали, это диалект. То есть, все верится по спирали, наверх идет. То есть, эта спираль пришла к тому, что говорит господин министр. То есть, они сделали это в открытый. То есть, это Совет безопасности. Я вспоминаю 1 марта 2016 года. То есть, это Совет Федерации, который дал добро Путину, чтобы войти в Крым. После этого, то есть, они вошли в 1924-1925 после Олимпиады. То есть, я говорю, что это точно такой же вариант. То есть, однозначно, я позволю себе сказать, Путин – ординарный трус. Однозначно. Не, я вам скажу так. Ординарный трус. Он прикрывается вот этими вещами. И сейчас этот Совет Безопасный, который сделал, потому что это было клеяное наше решение. То есть, это точно так же, как было в 2014 году. Вот 1 марта. Вы знаете… Я здесь чуть-чуть хочу услышать. Сейчас я покажу вас. Адрорежим. Поставьте, он влияет на микрофон. То есть, это… Поставьте. У вас телефон как? Выключен. Выключен? Да. Посмотрите, на авиарежим нужно поставить, потому что помехи идут. Вы хотели реплику? Не реплика. Я скажу, что… Может быть, кто-то и думает, что Путин трус. Он не трус. Он стратег, с одной стороны. С другой стороны, он хочет иметь легитимность перед своим народом. Сказать, вот видите, мы все решили. Не я один, я не тиран, я не авторитетный такой. Вот, есть Государственная Дума, она избрана народом. Как уже избрана? Ну, не важно. Избрана народом. Без вас. Вот Госдума обратилась. Я сначала сказал, нет, мы подумаем. Ну, вот еще и ЛНР и ДНР попросили, потому что украинцы наступают. И вот давайте-ка мы все решим там советом. Ну, все видно, знаете, открытым глазом, что все инсценировано. Давайте тоже тогда я уже открыто скажу. Если бы я обладал ядерной дубинкой, я бы вас просто не слушал. Понимаете, в чем дело? Я не согласен. Вы бы слушали. Нет. Нет. Если бы вы были тираном, да, если бы вы соскочили с рейс, точно не слушали. Но, когда у тебя есть ядерная дубина, ответственность у тебя еще больше перед всем миром. И можно применить, или если взять с Хиросимой и Нагасаки, больше ядерная дубина практически не применялась. Хотя она есть у многих уже. Понимаете? И можно разыграть эту карту, типа всем сказать, не забудьте, что у нас есть ядерная дубина. Но Украина сдала свою ядерную дубину, да, в 90-х. И тогда Российская Федерация сказала, мы своих братьев в обиду не найдем, на них никогда не нападем, Крым у них не заберем. Лишь бы они отдали ядерную дубину, да. И Украинцы сказали, хорошо, точно, точно, спасибо большое, старший брат, отдаем. Но Зеленский, Зеленский на днях, да, заявил, что у них есть технологии, и они подумывают о том, чтобы возобновить ядерную программу с возвращением ядерного оружия. И знаете, на это господин Путин должен отреагировать. Отреагировал сегодня на Совете Безопасности, говорил, да. А зачем Зеленскому это было говорить? А потому что раньше говорилось в СМИ Российской Федерации, у нас же есть ядерная дубина. А Украина такой же полноценный субъект международного права, так скажем, да. Страна большая, у которой тоже население большое, которая имела право на ядерное оружие, да, но она сдала тому, или той державе, которая сейчас у них забрала Крым. И сказала, Крым наш. Ну, знаете, вот... И поэтому вот Украина, я считаю, правильно сделала, когда сказала, у нас есть возможность, у нас, в принципе, есть технология, и мы подумываем. Это карты в переговорах. Я вам скажу так, значит, в принципе, конечно, Украину проиграли, однозначно, тут вопросов нет. Украина для Путина проиграна, и обратной дороги нет, вот видите, они хотят, говорят, что вот это, мы одна нация, то есть один язык. Украина проиграна кем? Путином. Путином, еще раз повторю, Путином проиграна. Я уважаю этих многих в России, у меня многие друзья там есть, однозначно. Как у всех. Как у всех, я вам честно говорю, но относиться к этому, однозначно, бывшему соседу по Советскому Союзу, то есть невозможно так. То есть выкручивать руки, этот вариант не проходит, то есть однозначно. Тем более идти на этот вариант, мы прошли этот вариант в 92-м году, поверьте. Я был в Тигене, я был в Бандерах, я видел, как российская армия вела себя тогда в 92-м году. То есть однозначно. То есть если ты считаешь себя старшим братом, и у тебя много этих малых братьев, то есть по отношению к ним ты должен относиться как братья. Ну окей, ну окей, я их чуть-чуть шлопну, но идти эти варианты, то есть ну невозможно же так. И честно я вам говорю, Дебацево, то есть этот, Иловайск, то есть этот, что мы не знаем, что Дебацево, что там были эти буряты, то есть это танковые бригады, которые из Дальнего Востока привезли. Послушайте, я тоже могу спросить и передать претензии, извините, нашей молдавской национальной армии, да, о том, почему танки из Флорешт уехали на ремонт в Белоруссию. И почему на это никто не отреагировал? Когда? Да, да. Было, ты же разговариваешь с Германией, в 91-м году. В 92-м году, вот я знал. В 91-м году. Да, и это было батальон. Вы что не знали? Танков вообще не было. Кто говорит? На Флореште-Фосте. В Флорештах танки стояли, выведены из Германии, Т-80 и Т-72, я их руками трогал. Да, до объявления независимости. Осенью, осенью 1991 года были погружены с рампы и отправлены в Белоруссию на ремонт. Те, что находились в ГСБГ, то же самое было в боксах. Тут можно многое сказать. И почему одно, и второе. Не, 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 я говорю вот это. Почему одни БМД, а другие снаряды, и многое. Не, 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 не. Но нам сейчас надо очень внимательно смотреть за поведением сепаратистского режима Приднестровья. Потому что если ЛНР и ДНР сегодня объявят, что Российская Федерация их признала, а Путин сказал, что он в течение сегодняшнего вечера принял решение, может, сейчас, сколько мы говорим, он и объявил это. А может быть, и в ВНР, и в СССР. Не знаю. Но это подаст куража всепартистским лидерам. Они захотят. Я не знаю, объявили или нет. Но они захотят, чтобы их тоже признали. А вот почему мы, мы еще больше лет воюем за это дело. Мы вот за, у нас тоже российское гражданство у многих. Вот нам здесь надо будет быть очень осторожным. Надо будет принять решение, что мы делаем. И я надеюсь, у нас не будет то же самое. Потому что... Вы так думаете? Я надеюсь. Я не сказал, что я думаю. Я надеюсь. Потому что, в принципе, сценарий тот же. В принципе, европейцы дали промаху и в разрешении нашего принцессовского конфликта, и в Донбассе, и в Грузии, и в Грузии, и в Грузии тоже самое. К сожалению. Но, что касается Украины, я думаю, что Украину будут поддерживать еще сильнее, если будет это наступление. И не важно, будет оно полным основом, или будет чисто ограниченным для того, чтобы взять под контроль или помочь дружеским народам ЛНР и ДНР, как, наверное, будет в коммунике. Будет подписан дружеский договор. Только что мне сказали, что еще Путин не объявил. Я третий раз повторяю. Еще не объявил. Может быть, и другой сценарий, что на четверг, вроде бы, Макрон договорился с Путиным, что будет самим Бадина с Путиным. И Шольц еще. И Шольц после этого тоже звонил. Но путинская администрация сказала, что мы еще посмотрим. Может быть, что вот этот совет безопасности был как карта для переговоров Путина с Бадином. А я думаю, было предупреждение. И может быть предупреждение, или вот я могу это сделать, у меня все, руки развязаны. Я могу все это сделать. Что вы мне скажете? Вы знаете, вот здесь мы приходим к Мюнхену еще раз. Приходим к Мюнхену еще раз. И я думаю, что здесь уже и Соединенные Штаты, и Европа, они скажут, ну ладно, ВВ, мы отходим. Забирай свою Украину, только останавливайся здесь. Прошу вас, не верьте в это. Европа, Европа после Второй мировой войны духом не обладала. Никаким. Особенно был убит милитаристский дух в Германии. Но! Я напомню о танках, которые вы не знали, что вы вывели у нас. Знаете, где они засветились? Где? Эти танки. Нет? По номерам очень легко. Там столько номеров на броне. В Абхазии. И почему-то они с Тарутинского полигона, там и железнодорожные есть пути, на Боржах были отправлены. И все молчат. И вы понимаете, в чем дело? Когда пропали ПЗРК, стрела у нас два. Никто об этом не говорил. Я только заговорил, ко мне сразу приехали, говорят, откуда ты это взял? Говорят, в вашей офицер. Ладно. Вы понимаете, в чем дело? Вот насчет того, что вы говорили. В Приднестровье и большинство русскоязычных здесь находятся. Да? Да, на правом берегу Днестрана больше русскоязычных. И больше даже с румынским гражданством, я вам скажу. Согласен. Вот. И на первых позициях были первые погибшие русские. И 60% бригада полиции, которая приняла основной удар, когда была война в Приднестровье, были русские и украинцы. Нет, здесь я не согласен. Ну, вы не согласны, я знаю это точно. Нет, нет. По чубам я могу показать. Сергей, я вам скажу так. Я выводил этот дивизион с командиром Каспынов Григорием Ивановичем на бульбалку. То есть мы вывели туда этот дивизион. И поверьте, что первые четыре офицера, которые отказались, были по национальности русские. То есть один был этот... А Карасев кем был? Русский, да. Он герой. Он герой. Герой, да. Значит, что я что-то не передернул? Нет, абсолютно нет. А Яблочкин, который был расстрелян на развилке в Дубасарах? 13 числа. Тут вопросов нет. Но, Сергей, я скажу так. Я совсем другое имел в виду. Я тебе скажу то, что я хотел. Мы можем фактами убить друг друга. Нет, Сергей, я тебе скажу так. Для меня было это понятно. Вот, допустим, в мае, когда мы вывели этот дивизион, вопросов не было. Юль, когда меня отправили в Бендер, то есть собрал тревожный чемодан и уехал. У меня вопросов не было. Я честно говорю, я никого не убил, никого не стрелял. Некоторые рвут себя на рубашку, типа, я был героем, он окей. Я не был героем. Я выполнял свой долг, как офицер. То есть я приехал сознательно. Я вас не обвинял ни в чуху. Потому что ты говоришь, что это все русские. Мне обидно заодно. А что он мне сказать? Я тебе скажу. Я знаю одного еврея, который был на позициях. То есть он герой. Наверное, один из малых евреев, которые были на войне в 1922 году. Я его знаю. То есть я его знаю. Я его знаю. Спасибо, как вы видите. То есть для меня он герой. То есть однозначно. И делать это, что это, типа, мы все тогда воевали за нашу страну, которая только родилась. Была республика Молдова. Мы за нее воевали. Я поэтому приехал. С Пыну Григорием Ивановичем говорил так. Если мне это сказали с Дальнего Востока приехать, я пешком по железной дороге пришел бы в Молдову. То есть полковник. Вы понимаете? Да. Я в следствии сказанного господина Маринутца увел в сторону насчет того, что много русскоязычных, когда вы говорили. Есть, конечно, есть. Пятая колонна, будем так говорить, которая считает, что она существует. Я не согласен, что пятая колонна – это только русскоязычные. Я думаю, что пятая колонна – это люди, которые застряли еще своим мозгом в Советском Союзе. Этой стране нет и ее не будет. Да, она есть у Путина в голове. Его желание – хватить обратно все необъятное. Есть у некоторых еще осталось. Может быть, потому что были молодыми тогда. Может, у них была должность. Много было хорошего, но еще больше было не очень так хорошего. И сейчас, допустим, я говорю о себе. Я не поменяю ни за что жизнь, которую мы ведем. И не подумать, потому что генерал, министр, кто-то знает. Вы оба в резерве, да? В резерве, да. Но то, что мы говорили до передачи – свобода. Вот свобода много значит. А кто ее понимает в Молдове? Вот мы должны стараться понять. И свобода много значит и для украинцев. Свобода значит. Мы не должны жить для куска хлеба и 100 грамм, не знаю каких. Да. Разных. Боевых или каких-то, и каких-то. И вот эта свобода, за нее каждый украинец будет бороться. Если вдруг. Вдруг. И не кинет Европа из США. Вы знаете, я все-таки надеюсь и почти уверен, что на этот раз это не будет мюнхенская конференция. Потому что слишком дорого для Европы, чтобы потерять Украину. Для американцев тоже. Плюс сейчас уже все поняли, что путинская Россия – это проблема для всех. Для всего демократического строя. И пусть со мной кто-то не согласен, но я бы хотел сегодня, и вы не обижайтесь, господин полковник, хотел бы сегодня иметь напротив кого-то, кто думает по-другому. Потому что мы в унисон думаем. Кого-то, кто думал по-другому. Кого-то, кто смог бы со мной поспорить, сказать, да нет, Домный Марин, да нет, Домный генерал или Виталий, просто ты не прав. Потому что раз, два, три, четыре, пять. Но я так понял, что вы звонили. Да, я звонил. И не захотели. Я вам скажу так, Сергей. Я согласен прийти завтра или пить и завтра. Я считаю, что я лоб. И делать со всеми. Естественно, Дом Виталий, я тебе скажу так. Значит, во-первых, допустим, я не считаю, это двадцать, он телевизионный очид. То есть, это однозначно. Потому что я многое смотрю, то, что вы делаете. Очень хороший передач есть. Мне, наверное, не интересует то, что говорит господин министр. Какой антураж? Кто напротив? То есть, я в своих убеждениях уверен в том, что я говорю. То есть, я обладаю этим. И вот с топы на кувинтельмели. Я хотел, чтобы у нас получилось сегодня, что вот говорите вы или вместо меня, чтобы был кто-то, чтобы мы могли походить. Вот говорим вы, вот так, американцы, так, так, так. Я раскрою скобки. Это единственный человек, который получил военное образование и в Советском Союзе, в элитном, да, училище. Да нет, есть еще, есть у нас офицеры, которые обучались и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. Ага, и тоже с Рязани? Рязанская ВДН. Да, есть и Рязанские, которые учились. Но они не поднялись так высоко, скажем. Почему? Ну, я не знаю. Наверное. Обстоятельства. Какие обстоятельства? Ну, так получилось, что 92-й год, действительно, я учился в Советском Союзе, поступал в Советском Союзе, выпустился уже при Российской Федерации. С трудом, чуть не исключили меня, потому что в Рязанское десантное училище, 5-й батальон, 400-я рота, всего лишь 2 роты, надеюсь, в Советский Союз. Факультет специальной разведки, и потом учился и в Соединенных Штатах, и даже, как сейчас говорят, или модно, чтобы проучился в Гармидже, да? Сейчас я скажу. В Гарварде, в Гарварде, да. Обсто, в Гарварде, да. И в Гарварде 2 недели по проблемам безопасности на уровне страны. Значит, во-первых, повторюсь еще раз, это без многих реверансов, конечно, я уважаю Виталий Малиновцев, потому что, я знаю, шикарный офицер был, тут вопросов нет. Был командиром завода, командиром рота, замкомандира батальона спецназа, то есть офицер... Недовелосный спецназ, командиром. Да, я вам скажу так, но то, что он, я вам скажу, в 92-м году он был на Днестре, то есть он был командиром... Замкомандиром. Нет, ладнистр от Соколовной Кошницы, да, из-за ладнистского направления. То есть это он был даже там, то есть этот... И для меня эти люди, честно говоря, я вам говорю, что это... Я уважаю, честно говоря, я уважаю людей, которые не боятся выполнить свой долг. Тогда мы перейдем к завершающей стадии нашей программы, при которой я не буду определять, кто любит Россию, а кто не любит Россию. А тут меня любит Россию. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сергей, я тебе сказал. Сергей, здесь меня любит Россию. Я открыто говорю. Сейчас я договорю. Вот, хорошо. Кто любит, кто не любит Россию. И вы потом оппонируете ко мне, как что-то. Хорошо. А о том, что нам следует ожидать. Вы начали говорить, если признают ДНР и так далее, и так далее, пойдут по пути, ПМР Приднестровья, да, по пути этих непризнанных республик. Это вы говорили? Я говорю, что нам надо смотреть за Приднестровьем, да, потому что оно захочет, чтобы их тоже признали. То, что они риторика, которая до сих пор, но у них голос будет уже чуть жёстче. Их признали, а нас почему нет? Если говорить о Приднестровье, да. Вот, поэтому хотелось бы. Я считаю, что... Вам, как участнику Приднестровской войны, вам, как получившему военного образования, даю вопрос. Что нам ожидать в военном смысле Молдове? От любых агрессоров. То есть надо укреплять военный потенциал, военная составляющая, конечно. Должна быть хорошо укреплена. Потому что, честно говоря, я позавчера был в 142-м городке, и я убедился, что резервов очень много. И составляющая, которая дипломатическая, политическая, информационная. То есть это людей вводят в заблуждение. То есть это большой комплекс этих, что мы должны делать. Зависит много от наших политиков. Что хреново? Хреново то, что, я вам говорю, много политиков, которые, я вам скажу, далеки от народа. Точно так же, как декабристы. А когда политики, которые возбуждают власть, были близки к народу, что я не помню. Да, то есть они далеки от этого. То есть они должны окунуться, увидеть эту атмосферу, понять это все, что творится. Честно. И точно так же с этим. В случае военной интервенции, которая возможна в отношении к Украине, что нас ждет? Куча людей, которые будут сюда приезжать. То есть это однозначно, то есть это проблема. Проблемы в экономике, то есть это садиваться и лея, то есть этот, окей, газ, то есть газ, который идет к нам. Куча проблем. То есть не дай бог, честно говорю, и люди должны про это тоже думать. Потому что Украина – это наш сосед, от которого мы никуда не денемся. То есть так же, как и Румыния. Ну, говорить Украине спасибо тоже не за что, потому что они поддерживали сепаратистский режим. У нас в СОЧ, батальон, 615 человек, не 600, 615, которые меня убеждали, Сергей. Потому что они работали в виде комендатуры в Тирасполе. И на Рыбнице, на Рыбнице, на Мостоне стояли. Сергей, я тебе скажу так, значит, у меня друг, который учился в Ленинграде с ним, Володя Киберник, он и однозначно уже сел. До 2014 года у него были понятия очень плохим. Вы заслужили этот 1992 год. После 2014 года у него оптика абсолютно изменилась. Гад, то есть этот я, Андрей, я бы не... Прошло много времени. У него все инстанции политики после 2014 года уже другая риторика была. Риторика, да, но мы помним историю. Я буду краток, что нам ожидать, нам надо ждать проблемы. Да, это раз. Проблемы разные, экономические, финансовые. Я не буду об этом говорить. Но если с военной точки зрения, то, наверное, говорить с Приднестрой будет еще тяжелее. Формат 5 плюс 2. Он себя до сих пор не оправдывал. С этого момента он вообще станет нулевым. Там Россия включена. 5 плюс 2, а как говорить, если вот Украину, в Украине что они творят. Что делать? Наверное, нам надо в конечном итоге задуматься о своей безопасности. Учитывая то, что мы нейтральная страна. Мы не в международном уровне. Я всегда был против нейтралитета. Все знают мое положение. Ну, ясно. Да. Но, не, не то. Если бы у нас были вооруженные силы так, что можно устоять, да, почему бы нет. Но у нас нет таких вооруженных сил. И мы, ну никак, наш нейтралитет никто с ним не посчитается. Тогда надо быть вместе с какой-то коалицией. Я чисто из соображений безопасности рядового гражданина. Мы должны быть в НАТО. И мы должны рассмотреть все свои документы по обороноспособности Республики Молдова. Пересмотреть? Пересмотреть. И мобилизационные документы. То есть у нас вообще мобилизационных нету сейчас. Ничего не делается, да. У нас, о, вот Министерство обороны, мобилизация. А мобилизация страны, это же не Министерство обороны, не ее задача. Это Министерство экономики и многое другое. Кому вы в вину это ставите? Я не ставлю в вину никому сейчас. Просто здесь смешно, потому что вы сказали, те же военкоматы, которые были на местах, которые ввели учет, были ликвидированы, созданы одни большие. Правильно? Нет. Нет. Есть, они, тут многим надо говорить, потому что раньше, но надо и мобилизационные карты, и нашу подготовку резерва, и вообще наше отношение к резерву. Кто, как они, территориально, нетерриториально, с учетом уже нынешнего времени. И, конечно, я всегда говорил, бюджет, деньги. Без денег мы можем много говорить, много красиво говорить, политики могут много обещать. Если мы не даем деньги на оборону, то план остается только планами, и только на бумаге. Молдаване просто говорят. Да лунди, бани! И говорят на 30 лет. Поэтому мы должны решить, сколько будет стоить нам своя военная безопасность. На английском есть теория, в английском есть теория bread and butter, butter and guns, то есть масло и орудия. То есть мы должны подумать, сколько мы отдаем на социальные программы, на развитие экономики и т.д. и т.п. И все-таки сколько мы отдаем на обороноспособность. До сих пор мы на обороноспособность давали фактически ничего. Так, чтобы не умерли с голода. Ну, значит, у нас обороноспособность жизнится только на одном подразделении, которое выполняет свои функции миротворческие в любых странах мира, где укажет, между прочим, ООН. Нет, где мы захотим. А, где мы захотим. И не только на одном, а есть еще одно. Одно, это 22-й батальон, да, голубой касс, который там на пределах государства. Вы меня поняли, что я имел в виду. Но есть еще батальон специального назначения. Я говорю, вы меня поняли. Я понял. Я не мог его назначить. Это два батальона, которых я создавал. Да, и в истории нашего Министерства обороны и наших вооруженных сил есть участие все-таки наших, как называли, саперов, да, в Ираке. Вот, но я проверил этих саперов в свое время. Они... Вы саперы? Я его знаю. Я нет. Я разбираюсь чуть-чуть, но я не сапер. Я знаю тоже, и был самый количественный состав. Ладно. Кстати, у нас очень хорошие саперы. Абсолютно. Сейчас в Косово они... Если в Ираке были... Не только в Ираке, и в Ираке, и в Косово, и в Погребе были. Вот там они начинали. Я говорю о том, что где войны были. Правильно? Да, в Погребе война была. Все. И в Погребе была война. Спасибо за то, что пришли. Не знаю, как согласятся с вами, не согласятся наши телезрители. Но я думаю, что они просто задумаются о том, что сейчас происходит. Потому что война – это жертва. И не столько солдат погибает, сколько погибает гражданских. Гражданских мирных жителей, будем так говорить. Дай Бог, чтобы я не было. Правильно? Согласен. Согласен. И уму, разуму политикам, чтобы не начали войны. Это как всегда. Всего вам доброго, счастья, любви и также здоровья. До свидания. До свидания.